По гранате под каждое колесо. Такой рождественский подарок получил одиозный харьковский полицейский Николай Черемухи. Затонировал только один боеприпас, но этого хватило, чтобы повредить сразу несколько автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. Все подробности знает Светлана Шикера. Небольшой хлопок в полседьмого утра жители этой десятиэтажки не восприняли всерьез. Но был такой звук, как будто бы что-то тяжелое упало. Знаете, бывает, как кусок снега, когда льди нападают на что-то. Никто не отреагировал. Жильцы спали, никто не вышел, потому что ни одна сигнализация не сработала. И только через пару часов жильцы вызвали полицию, когда увидели подорванный черный внедорожник и изрешеченные осколками соседние автомобили. На месте событий было установлено, что позашлюховик отримал пошкоджения передней части через прикрепленные к нему вибуховые пристрои. Через это постраждали еще семь автовок, которые были припаркованы поруч. Незначные ушкоджения они отримали. Речевые доказы собраны и направлены на экспертизу. Жители многоэтажки говорят, что черный дочь стоял в этом дворе уже несколько дней. А эта машина здесь давно стояла, вы говорите? Три дня? Да, три дня стояла. Кроме разорвавшегося боеприпаса, взрывотехники обнаружили еще три гранаты, прикрепленные к колесам внедорожника. Вероятнее всего, они должны были разорваться, как только машина тронется. Но одна из гранат соскочила с крепления и сдетонировала. Полиция открыла уголовное производство по статье «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Хозяин подорванного авто – полковник Николай Черемухин. От комментариев он отказывается. Действительно ли ваша машина? Насколько серьезно пострадала? Николай Черемухин в правоохранительной системе уже 37 лет. В милиции возглавлял управление уголовного розыска. Был замом начальника областного УБОПа. В начале 2000-х его обвиняли в рэкете и крышевании криминальных авторитетов. Но это не помешало ему получить кресло зам начальника областного главка в новой полиции. После протестов активистов и обвинений в организации канала наркотрафика из зоны АТО, Черемухина сократили и перевели на другую должность – начальника отдела оперативных разработок в Восточном регионе. В этом году его уличили во внесении недостоверных данных в декларацию о доходах. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.